Всем доброго времени суток! С вами как всегда Элизар и это канал SR Games Inc. Как и обещал, я планирую выпустить полный цикл гайдов по всем реликвиям в Тесо. И в этом видео я расскажу, как получить колье морского змея. Это новый медальон, добавленный с дополнением высокий остров. Он замечательно себя показывает во множестве пвп билдов, так как на 40% уменьшает входящий урон, когда у нас полное здоровье. А после этого на 10 секунд дает 2 бафа. Великая ярость и великая храбрость на существенное повышение наносимого урона. Чтобы начать выкапывать любые зацепки, нам нужно быть обладателем дополнения Греймур. Ведь именно там, посетив круг искателей древностей и выполнив цепочку квестов, мы получаем профессию раскопки. А из обязательных новых дополнений нам понадобится иметь только последнюю главу Высокий остров. А все остальные зацепки получаются из базовых локаций, что весьма удивительно. Ведь ЗОСы таким способом постоянно пытаются навязать покупку еще нескольких DLC или оплату подписки. Первая зацепка. Стальные змеиные зубы. Она добывается в локации Высокий остров, где выпадает с мирового босса, находящегося в месте, обозначенном на карте, как змеиное болото. Точное место вы только что видели на схеме. Самого же босса зовут Призывательница Змей Винша. И как показали замеры, сделанные мной с помощью секундомера, после убийства она обновляется каждые 5 минут. Поэтому можете смело ставить таймер на телефоне на 4,5 минуты и в промежутках, пока она обновляется, спокойно заниматься своими делами. На получение этой зацепки у меня ушло не более часа, а сам босс довольно легко убивается даже самостоятельно. Конечно, если у вас есть хоть один хорошо одетый персонаж. Вторая зацепка. Морская серебряная цепочка. Эта зацепка выпадает вообще в любой локации из залежей ювелирной руды. Только той, что нужна для данной профессии. Та, что для кузнечного дела, нам не подойдет. Список нужных месторождений вы только что видели на составленной мной схеме. И здесь есть два способа, как получить эту зацепку. Первый, это просто бегать по локациям, собирая всю руду. Здесь я советую прокачать навык «Опытный собиратель» в чемпионской системе в зеленой ветке «Ремесла». Этот навык в половину сокращает время, необходимое для добычи ресурсов, что для нас будет очень полезно. Вдобавок, я настоятельно советую поставить аддон «Harvest Map», который как на самой карте, так и на экране с помощью специальных значков показывает все возможные места появления ресурсов. И мы будем не просто бегать наугад взад и вперед, а точно сможем выбрать наиболее выгодный путь. Кстати, этот аддон может автоматически составить наиболее выгодный путь по залежам руды, с учетом того, чтобы вернувшись в точку отправления, мы увидели, что там она уже восстановилась. Хотя здесь есть один небольшой нюанс. В зале же ювелирной и кузнечной руды, как значки, так и места появления одинаковые, так что мы неизбежно будем собирать и то, и другое. Об установке и настройке этой модификации я рассказывал недавно, в своем видео по аддонам. Ссылка на него будет в описании ниже. К тому же, можно еще сильнее ускорить этот процесс, собрав билд самоконя, обеспечивающий максимальную скорость бега. Ссылку на него я тоже оставлю под видео. Второй способ заключается в использовании карт, дающихся за ежедневные дейлики. Если вы часто выполняете крафтовые дейлики, относящиеся к профессиям, то в награде у вас с шансом будут выпадать карты ресурсов. Как они выглядят, вы сейчас видите сами. Эти карты относятся к той или иной профессии. А следовательно, если мы возьмем карты ювелирного дела, то все жилы, найденные по ним, будут подходящими для получения зацепки. И это максимально минимизирует затраты времени на ее получение. А чтобы нам долго не искать, где именно находятся залежи по этим картам, стоит обязательно поставить аддон MapPins, который помечает такие места с помощью большого крестика. Ссылка на него будет в описании. Так же, как и ссылка на видео по крафтовым дейликам, если вдруг вы не знаете, что это такое и где их взять. А дальше мы просто отправляемся на место и собираем жилы до получения зацепки. Третья зацепка – Холодный Сапфир. Эта зацепка добывается в локации Рифт, где выпадает с мирового босса в месте, обозначенном на карте, как Мерзлые Руины, находящиеся в западной части этой зоны. Точное место вы также только что видели на составленной мной схеме. Как и все подобные боссы, ровно раз в 5 минут здесь появляется ледяной элементаль с именем Намек Рин, после убийства которого и выпадает нужная нам зацепка. И еще один маленький совет. В момент получения золотых зацепок читайте их название, так как с этого босса она точно выпадает не одна. Сам по себе этот босс очень простой и легко убивается самостоятельно. Хотя по вечерам почти всегда здесь бывает несколько человек, которым, как и вам, нужна эта колья. Так что проблем возникнуть не должно. Я выбил эту зацепку чуть меньше, чем за час. Четвертая зацепка – Черные элитерические жемчужины. Данная зацепка выпадает по всей локации Высокий остров, с гигантских моллюсков, которых можно найти по всем берегам обоих островов. Места появления всех моллюсков я указал на карте, которую вы уже видели. Но все же здесь я настоятельно советую поставить аддон Harvest Map, о котором я уже рассказывал в начале этого гайда. Только сейчас мы выключаем на карте все места, кроме гигантских моллюсков, после чего отправляемся на фарм, и у нас на экране будут показаны все места их появления. К тому же, в настройках аддона можно выставить опцию, чтобы показывались значки только в тех местах, где моллюск сейчас действительно лежит. А с учетом того, что бегать нам понадобится очень много, здесь тоже замечательно помогает билд Самоконя, о котором я также сказал выше, и ссылку на который оставлю в описании. Лично мне эта зацепка выпала с четвертого моллюска, но здесь все во многом зависит от удачи, так как я знаю много людей, кто носился за ней по всем островам не один час. Пятая зацепка. Метеоритные бусины. А вот с получением пятой зацепки проблем возникнет больше всего, особенно если у вас дела с удачей обстоят не очень, и вдобавок всего один персонаж. По моим расчетам, в этом случае, на ее получение может уйти до месяца, если не больше. Проблема заключается в том, что она выпадает только с ежедневных дейликов от гильдии магов. И такой дейлик можно выполнить одним персонажем всего один раз в день. Что касается меня, то я выполнял квесты на 15 персонажах два с половиной дня и получил зацепку квести на сороковом, когда уже начал задаваться вопросом, выпадает ли она вообще. Но чтобы начать выполнять эти дейлики, вашему персонажу нужно обязательно вступить в гильдию магов. Все места, где можно это сделать, вы сейчас видите у себя на экранах. Что касается самих NPC, которые дают ежедневные квесты, то их можно найти в одной из трех столиц фракций. Точные места, где они стоят, вы недавно видели на схемах. Все эти квесты довольно простые. По ним вам нужно будет отправиться в указанную локацию, зайти там в открытое групповое подземелье и обыскать обозначенный на карте сундук. После чего мы просто возвращаемся назад и сдаем квест. Но здесь есть один очень важный момент. В награду вам дадут небольшой сундучок зеленого качества, который падает в сумку. Обязательно его обыщите, ведь именно из него и выпадает последняя зацепка. На этом данный гайд подходит к концу. Если это видео оказалось полезным, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, пишите любые комментарии, что тоже очень важно. И не забывайте жать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового контента. Если же вы хотите найти для себя хорошую торговую или социальную гильдию со взрослым, культурным и отзывчивым коллективом, где никто не будет хамить и просить космического ДПСа для прохождения рейдов, то можете подать к нам заявку. Ссылки на обе гильдии будут в описании ниже. Вдобавок, настоятельно советую подписаться на два наших запасных канала на Рутубе и Яндекс.Дзене, куда будут дублироваться все видеогайды. Это необходимо, чтобы нам с вами не потеряться, ведь в создавшейся ситуации блокировка Ютуба весьма возможна. Заходите в Дискорд нашего сообщества и группу ВКонтакте, которая создана на случай внезапной блокировки последнего. А ещё недавно у нас появился свой Телеграм-канал, все ссылки на эти ресурсы вы уже можете найти в описании ниже. Подписывайтесь, заходите, будем всем очень рады. И поскольку мы больше не получаем никаких доходов с монетизации, нам как никогда сильно важна любая ваша поддержка. А оказать её можно с помощью подписки на Бусти, где к тому же будет добавляться много информации в текстовом виде, и она будет появляться намного скорее гайдов. А также можно воспользоваться ссылкой на экране или любым беспроцентным способом по одной из ссылок в описании ниже. За что хотим сказать активистам большущее спасибо! И как обычно, всем удачи, всем здоровья и до следующего раза! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok